Исак Бабель Одесские рассказы Рассказ одиннадцатый Пробуждение Все люди нашего круга, маклеры, лавашники, служащие в банках и пароходных конторах, учили детей музыки. Отцы наши, не видя себе ходу, придумали лотерею. Они устроили ее на костях маленьких людей. Одесса была охвачена этим безумием больше других городов. И правда, в течение десятилетий наш город поставлял вундеркиндов на концертные эстрады мира. Из Одессы вышли Миша Эльман, цимбалист, Габрилович. У нас начинал Яша Хейфиц. Когда мальчику исполнялось четыре или пять лет, мать вела крохотное, хило это существо к господину Загурскому. Загурский содержал фабрику вундеркиндов, фабрику еврейских карликов в кружевных воротничках и лаковых туфельках. Он выискивал их в молдаванских трущобах, в зловонных дворах старого базара. Загурский давал первое направление. Потом дети отправлялись к профессору Ауэру в Петербург. В душах этих заморышей с синими раздутыми головами жила могучая гармония. Они стали прославленными виртуозами. И вот отец мой решил угнаться за ними. Хоть я и вышел из возраста вундеркиндов, мне шел четырнадцатый год, но по росту и хилости меня можно было сбыть за восьмилетнего. Но это была вся надежда. Меня отвели к Загурскому. Из уважения к деду он согласился брать по рублю за урок. Дешевая плата. Дед мой, Леви Ицхок, был посмешище города и украшение его. Он расхаживал по улицам в цилиндре и в опорках и разрешал сомнения в самых темных делах. Его спрашивали, что такое гобелен, отчего якобинцы предали Робеспьера, как готовится искусственный шелк, что такое кесарево сечение. Мой дед мог ответить на эти вопросы. Из уважения к учености его и безумию Загурский брал с нас по рублю за урок. Да и возился он со мною, боясь деда, потому что возиться было не с чем. Звуки ползли с моей скрипки, как железные пилки. Меня самого эти звуки резали по сердцу. Но отец не отставал. Дома только и было разговоры о Мише Эльмане, Самим царем, освобожденным от военной службы. Цимбалист, по сведениям моего отца, представлялся английскому королю и играл в Букингемпском дворце. Родители Габриловича купили два дома в Петербурге. Вундеркинды принесли своим родителям богатство. Мой отец примирился бы с бедностью, но слава была нужна ему. «Не может быть!» — нашептывали люди, обедавшие за его счет. «Не может быть, чтобы внук такого деда!» У меня же в мыслях было другое. Проигрывая скрипичные упражнения, я ставил на пепитре книги Тургенева или Дюма и, пеликая, пожирал страницу за страницей. Днем я рассказывал небылицы соседским мальчишкам, ночью переносил их на бумагу. Сочинительство было наследственное занятие в нашем роду. Леви Ицхок, тронувшийся к старости, всю жизнь писал повесть под названием «Человек без головы». Я пошел в него. Нагруженный футляром и нотами, я три раза в неделю тащился на улицу Витте, бывшую дворянскую, к Загурскому. Там, вдоль стен, дожидаясь очереди, сидели еврейки, истерически воспламененные. Они прижимали к слабым своим коленям скрипки, превосходившие размерами тех, кому предстояло играть в Букингемском дворце. Дверь в святилище открывалась. Из кабинета Загурского, шатаясь, выходили головастые, веснущатые дети с тонкими шеями, как стебли цветов, и припадочным румянцем на щеках. Дверь захлопывалась, поглотив следующего карлика. За стеной надрываясь, пел, дирижировал учитель с бантом в рыжих кудрях с жидкими ногами. Управитель чудовищной лотереи, он населял молдаванку и черные тупики старого рынка призраками Петчиката и Кантилены. Этот распев доводил потом до дьявольского блеска старый профессор Ауэр. В этой секте мне нечего было делать. Такой же карлик, как и они, я в голосе предков различал другое внушение. Трудно мне дался первый шаг. Однажды я вышел из дому навьюченный футляром, скрипкой, нотами и двенадцатью рублями денег, платой за месяц учения. Я пошел по Нежинской улице. Мне бы повернуть на Дворянскую, чтобы попасть к Загурскому. Вместо этого я поднялся вверх по Тираспольской и очутился в порту. Положенные мне три часа пролетели в практической гавани. Так началось освобождение. Приемная Загурского больше не увидела меня. Дела поважнее заняли все мои помыслы. С однокашником моим, Немановым, мы повадились на пароход Кенсингтон к старому одному матросу по имени мистер Троттиберн. Неманов был на год моложе меня. Он с восьми лет занимался самой замысловатой торговлей в мире. Он был гений в торговых делах и исполнил все, что обещал. Теперь он миллионер в Нью-Йорке, директор General Motors Company, компании столь же могущественной, как и Форд. Неманов таскал меня с собой потому, что я повиновался ему молча. Он покупал у мистера Троттиберна трубки, провозимые контрабандой. Эти трубки точил в Линкольне брат старого матроса. «Джентльмены», — говорил нам мистер Троттиберн, «Помяните мое слово. Детей надо делать собственноручно. Курить в фабричную трубку — это то же, что вставлять себе в рот клистир». «Знаете ли вы, кто такое был Бенвенуто Челлини?» «Это был мастер. Мой брат в Линкольне мог бы рассказать вам о нем. Мой брат никому не мешает жить. Он только убежден в том, что детей надо делать своими руками, а не чужими. Мы не можем не согласиться с ним, джентльмены». Неманов продавал трубки Троттиберна директорам банка, иностранным консулам, богатым грекам. Он наживал на них сто на сто. Трубки линкольнского мастера дышали поэзией. В каждую из них была уложена мысль, капля вечности. В их мунштуке осветился желтый глазок, футляры были выложены атласом. Я старался представить себе, как живет в старой Англии Мэтью Троттиберн, последний мастер трубок, противящийся ходу вещей. «Мы не можем не согласиться с тем, джентльмены, что детей надо делать собственноручно». Тяжелые волны у дамбы отдаляли меня все больше от нашего дома, пропавшего луком и еврейской судьбой. С практической гавани я перекочевал за волнорез. Там на клочке песчаной отмели обитали мальчишки с Приморской улицы. С утра до ночи они не натягивали на себя штанов, ныряли под шаланды, воровали на обед кокосы и дожидались той поры, когда из Херсона и Каменки потянутся дубки с арбузами. И эти арбузы можно будет раскалывать о портовые причалы. Мечтой моей сделалось умение плавать. Стыдно было сознаться бронзовым этим мальчишкам в том, что, родившись в Одессе, я до десяти лет не видел моря, а в четырнадцать не умел плавать. Как поздно пришлось мне учиться нужным вещам! В детстве, пригвожденный Гемарри, я вел жизнь мудреца, выросший, стал лазать по деревьям. Умение плавать оказалось недостижимым. Водобоязнь всех предков, испанских раввинов и франкфуртских менял, тянула меня ко дну. Вода меня не держала. Исполсованный, налитый с соленой водой, я возвращался на берег к скрипке и нотам. Я привязан был к орудиям моего преступления и таскал их с собой. Борьба раввинов с морем продолжалась до тех пор, пока надо мной не сжалился водяной бог тех мест. Корректор Одесских новостей Ефим Никитич Смолич. В атлетической груди этого человека жила жалость к еврейским мальчикам. Он верховодил толпами рахетичных заморышей. Никитич собирал их в клоповниках на молдаванке, вел их к морю, зарывал в песок, делал с ними гимнастику, нырял с ними, обучал песням и, прожариваясь в прямых лучах солнца, рассказывал истории о рыбаках и животных. Взрослым Никитич объяснял, что он натурфилософ. Еврейские дети от истории Никитича помирали со смеху. Они визжали и ластились, как щенята. Солнце окропляло их ползучими веснушками, веснушками цвета ящерицы. За единоборством моим с волнами старик следил молча сбоку. Увидев, что надежды нет и что плавать мне не научиться, он включил меня в число постояльцев своего сердца. Оно было все тут с нами. Его веселое сердце никуда не заносилось, ни жадничало и не тревожилось. С медными своими плечами, с головой состарившегося гладиатора, с бронзовыми, чуть кривыми ногами, он лежал среди нас за волнорезом, как властелин этих арбузных, керосиновых вод. Я полюбил этого человека так, как только может полюбить атлета мальчик, хворающий истерией и головными болями. Я не отходил от него и пытался услуживать. Он сказал мне, «Да ты не суетись, ты укрепи свои нервы. Плавание придет само собой. Как это так вода тебя не держит? С чего бы ей не держать тебя?» Видя, как я тянусь, Никитич для меня одного из всех своих учеников сделал исключение. Позвал к себе в гости на чистый просторный чердак в циновках. Показал своих собак, ежа, черепаху и голубей. В обмен на эти богатства я принес ему написанную мною накануне трагедию. «Я так и знал, что ты пописываешь», сказал Никитич. «У тебя и взгляд такой. Ты все больше никуда не смотришь». Он прочитал мои писания, подергал плечом, провел рукой по крутым седым завиткам, прошелся по чердаку. «Надо думать», произнес он растяжку, замолкая после каждого слова, «что в тебе есть искра божья». Мы вышли на улицу. Старик остановился, силой постучал палкой о тротуар и уставился на меня. «Чего тебе не хватает?» «Молодость не беда, с годами пройдет. Тебе не хватает чувства природы». Он показал мне палкой на дерево с красноватым стволом и низкой кроной. «Это что за дерево?» «Я не знал». «А что растет на этом кусте?» «Я и этого не знал». Мы шли с ним сквериком Александровского проспекта. Старик тыкал палкой во все деревья. Он схватывал меня за плечо, когда пролетала птица и заставлял слушать отдельные голоса. «Какая-то птица поет?» Я ничего не мог ответить. Название деревьев и птиц, деление их народы, куда летят птицы, с какой стороны восходит солнце, когда бывает сильнее роса. Все это было мне неизвестно. И ты осмеливаешься писать? Человек, не живущий в природе, как живет в ней камень или животное, не напишет во всю свою жизнь двух стоящих строк. Твои пейзажи похожи на описание декораций. Черт меня побери! О чем думали четырнадцать лет твои родители? О чем они думали? О протестованных векселях, об особняках Миши Эльмана. Я не сказал об этом Никитичу. Я смолчал. Дома, за обедом, я не прикоснулся к пище. Она не проходила в горло. «Чувство природы», — думал я. «Бог мой, почему это не пришло мне в голову? Где взять человека, который растолковал бы мне птичьи голоса и названия деревьев? Что известно мне о них? Я мог бы распознать сирень и то, когда она цветет. Сирень и акацию, Дерибасовская и Греческая улицы, обсаженные акацией». За обедом отец рассказал новую историю о Яше Хейфице. Не доходя до Робина, он встретил Мендельсона, Яшиного дядьку. Мальчик, оказывается, получает восемьсот рублей за выход. «Посчитайте, сколько это выходит при пятнадцати концертах в месяц?» Я сосчитал. Получилось двенадцать тысяч в месяц. Делая умножения и оставляя четыре в уме, я взглянул в окно. По цементному дворику, в тихонько отдуваемой крылатке с рыжими колечками, выбивающимися из-под мягкой шляпы, опираясь на трость, шествовал господин Загурский, мой учитель музыки. Нельзя сказать, что он хватился слишком рано. Прошло уже больше трех месяцев с тех пор, как скрипка моя опустилась на песок у волнореза. Загурский подходил к парадной двери. Я кинулся к черному ходу. Его накануне заколотили от воров. Тогда я заперся в уборной. Через полчаса возле моей двери собралась вся семья. Женщины плакали. Бобка терлась жирным плечом о двери, закатывалась в рыдание. Отец молчал. Заговорил он так тихо и раздельно, как не говорил никогда в жизни. — Я офицер, — сказал мой отец, — у меня есть имение. Я езжу на охоту. Мужики платят мне аренду. Моего сына я отдал в кадетский корпус. Мне нечего заботиться о моем сыне. Он замолк. Женщины сопели. Потом страшный удар обрушился в дверь уборной. Отец сбился об нее всем телом. Он налетал с разбегу. — Я офицер, — вопил он. — Я езжу на охоту. Я убью его. Конец! Кричок соскочил с двери. Там была еще задвижка. Она держалась на одном гвозде. Женщины катались по полу. Они хватали отца за ноги. А безумие вон врывался. На шум подоспела старуха, мать отца. — Дитя мое, — сказала она ему по-еврейски, — наше горе велико. Оно не имеет краев, но только крови не доставало в нашем доме. Я не хочу видеть кровь в нашем доме. Отец застонал. Я услышал удалявшиеся его шаги. Задвижка висела на последнем гвозде. В моей крепости я досидел до ночи. Когда все улеглись, тетя Бобка увела меня к бабушке. Дорога нам была дальняя. Лунный свет оцепенел на неведомых кустах, на деревьях без названия. Невидимая птица издала свист и угасла. Бобка, может быть, заснула. Что это за птица? Как зовут ее? Бывает ли роса по вечерам? Где расположено созвездие большой медведицы? С какой стороны восходит солнце? Мы шли по почтовой улице. Бобка крепко держала меня за руку, чтобы я не убежал. Она была права. Я думал о побеге. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ